Водоемы в районе улицы Зубковой называют Черезовскими прудами. Район спальный. Естественные водные объекты, по идее, могли бы быть прекрасным акцентом и местом отдыха живущих поблизости рязанцев. Рядом находятся больницы, детский садик и школа. Постоянно можно увидеть детей, направляющихся на учебу или обратно. Знают ли их родители о том, какой опасностью может обернуться даже случайный контакт с водой в пруду? Пожелавший остаться инкогнито, местный житель обратился в нашу редакцию, чтобы рассказать о своем страшном открытии. В водоем вот уже много лет стекают фекалии. Непрекращающимся потоком льются прямо в воду, распространяя зловонный запах и неся в себе неизвестно какие инфекции и заразы. Во-первых, рядом расположена перекачивающая кондиционная станция водоканала. Буквально в 20 метрах от забора этого сооружения находится колодец, из которого истекают стоки. Потом два колодца здесь не течет, и четвертый колодец, из него тоже текут стоки, там шириной где-то сантиметров 80, ну и длиной до пруда где-то порядка 60 метров. И, значит, из первого колодца там тоже до пруда метров 130. Тут уже явно видно, что ущерб нанесен на земле, и после анализов, которые будут отобраны, будет ясно нанесен не ущерб водному объекту пруду Черезовский. Территория, подвергшаяся загрязнению, довольно внушительного размера. Можно включить воображение и представить, как могло бы быть хорошо, если вокруг Черезовского пруда зеленела бы травка, берег был бы почищен, а тропинки вымощены или посыпаны гравием. И грязный пруд, ежедневно пополняющийся фекалиями из канализации мог бы стать изюминкой спального района и любимым местом для прогулок местных жителей. Проводится проверка по сообщению из телекомпании «Город» о том, что в черте города идут длительные факты излива канализационных стоков на рельеф местности и дальше с последующим попаданием в водный объект. Сегодня мы с участием социалистов Министерства предупользования Рязанской области и местными жителями обследовали часть из обозначенной в обращении территории. К сожалению, доводы, изложенные в жалобе, подтвердились. Здесь мы четко в настоящее время ощущаем органолептический стойкий запах неочищенных фекальных сточных вод, которые по рельефу местности, если мы обратим внимание, попадают в это озеро. Проверяющие обратили внимание и на бытовой мусор, который в огромном количестве валяется вокруг пруда. В протокол прокурор занес и эту информацию. Теперь муниципалитет понесет ответственность за то, что должным образом не следит за подконтрольной территорией. А жизнь Черезовского пруда, который в течение долгих лет был заброшен и сейчас скорее напоминает болото, возможно, после прокурорской проверки станет совсем другой. И природный водоем наверняка будет чистым и станет радовать глаз рязанцам. Сотрудниками природоохранных контроля будут отобраны пробы воды в обязательном порядке, чтобы определить степень опасности для природных объектов и для жителей города этих сточных вод. Ну а виновные понесут заслуженное строгое наказание.